Здравствуйте, уважаемые гости и читатели сайта Заметки Электрика. В сегодняшнем видеоролике я хочу показать вам принцип работы вентилятора ЭРА-4С-ЕТ. В качестве примера рассмотрим осевой вытяжной вентилятор от компании ЭРА. Его маркировка ЭРА-4С-ЕТ, то есть он с электрическим таймером. Для подключения вентилятора с таймером необходим четырехжильный кабель. То есть на вентилятор нам нужно завести фазу 0, управляемую фазу для таймера и заземление. В принципе, корпус вентилятора является пластиковым и заземлять здесь нечего. Поэтому для питания вентилятора с таймером я применил трехжильный кабель. Для питания вентилятора с таймером необходимо наличие постоянного напряжения 220 В на его клеммах. То есть вот этот клеммник, он установлен на вентиляторе. Верхняя клемма это фаза, нижняя клемма это 0 и в центре клемма для подключения фазы от выключателя. Итак, с квартирного щитка на выключатель у нас приходит фаза 0. Ну и третья жила это защитный проводник, но в данном случае у меня ее нет. Фаза приходит на выключатель. Отсюда же уходит на первую клемму, на клемму L вентилятора. 0 подключается на третью клемму, а выходной контакт с выключателя уходит на среднюю клемму. Вентилятор R4S-ET имеет два режима работы. Переключение режимов осуществляется путем перестановки джампера или перемычки на электронной плате. Вот это перемычка. Верхнее положение, как сейчас установлено, это режим туалет. Если ее переставить ниже, то это режим ванная комната. Первый режим, режим туалет. В режиме туалет перемычка установлена следующим образом. То есть замыкает первый-второй контакт. Алгоритм работы следующий. При включении клавиши выключателя вентилятор сразу же начинает работать. Работает. После отключения клавиши выключателя, включил, вентилятор продолжает работать. Некоторое время, которое задается регулятором тайм. Время можно отрегулировать с помощью обычной шлицевой отвертки в пределах от 15 секунд до 45 минут. Правда, очень и очень нагласно. Предположим, что мы установили время порядка 5 минут. Так вот, после отключения клавиши выключателя, вентилятор продолжит работать еще 5 минут. Выветривая помещение уже в ваше отсутствие. Это очень удобно. Предположим, сходили вы в туалет, или приняли душ, вышли из ванной комнаты, а вентилятор продолжает очищать воздух еще в течение 5 минут после вашего ухода. Еще раз покажу. Вышли, выключили выключатель. Вентилятор продолжает работать в заданное время. Второй режим. Режим ванной. В режиме ванная переключатель установлен следующим образом. То есть, закорачивает выводы 2 и 3. В этом режиме вентилятор работает несколько иначе. Смысл этого режима заключается в том, чтобы шум вентилятора и сквозняки, возникающие при его работе, не мешали, когда вы находитесь внутри помещения ванной комнаты. Алгоритм работы следующий. При включении клавиши выключателя вентилятор работать не будет. Не работает. Если клавиша была включена более 90 секунд, то при ее отключении вентилятор включится на время, заданное регулятором тайм. То есть, аналогично от время можно задать от 15 секунд до 45 минут. Этим же регулятором. То есть, если вы зашли в ванную комнату на короткое время, менее 90 секунд, то при отключении клавиши вентилятор включаться не будет. Ну, в принципе, вполне логично. Если вы зашли в ванную комнату более чем на 90 секунд, и потом вышли, отключили клавишу, то вентилятор начнет работать заданное время. Ну вот, прошло более 90 секунд. Я выхожу из ванной и выключаю выключатель. Вентилятор заработал. Работает заданное промежуток времени и отключится. Отключился. Предположим, что в ванну я зашел на время менее 90 секунд. Включил выключатель. Что-то сделал, что-то забрал. И выхожу обратно. Выключаю выключатель, вентилятор при этом не включается. Для меня лично больше подходит первый режим работы вентилятора. Это режим туалет. поэтому я его и оставлю. Время отрегулирую уже по факту и удобству эксплуатации. На этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.